Всем холо! Решил наконец-таки записать гайд на Аркан Мага, на Сирус Их-4, но это также же подходит на Сирус Их-2 и Их-5. Ну и чтобы, наверное, сразу без воды, без лишней воды, как говорится, давайте сразу перейдем к делу. Начнем с талантов. Раскачку видите на своих экранах, только у меня не как у всех, если так можно выразиться. Сколько искал я гайдов в ютубе, в интернете, в основном одна лажа, когда человек там выдает в 270 гире 8000 ДПС, для него там 10000 ДПС это в принципе норма. То есть что в моем билде не как у всех. Вот многие играют через предоточение чар и через чародейскую медитацию, что она вам дает. То есть у вас будет не так заканчиваться мана. Что хотелось бы выделить конкретно в этом билде? У меня тут стоит колдовской поглощение и у меня тут стоит чародейская защита. Многие скажут, блин, это же в PvP, Артур, ну в смысле, что это такое? То есть и когда вы нажимаете щит маны, и то, что вы впитаете, это у вас идет в СПД, в скобочках сила заклинаний, кто это не знал. То есть у вас начинается бой, вы за 2 секунды до бурсов нажимаете щит маны, все, кстати, вот эти вашки и прочее у меня есть в описании. Можете скачать все аддоны и пользоваться, мне не жалко. То есть в символах, принципе, ротацию мы разобрали, это, в принципе, классика везде, опять же, это классика символ чародейской вспышки, это символ чародейских стрел, и вот этот символ мощь тайной магии. Кто-то играет через раскаленный доспех, но в этом билде мы играем в основном через магический доспех. То есть, мы нажимаем вместо раскаленного доспеха, ой, да, вместо раскаленного доспеха мы нажимаем магический доспех. То есть, если вы почитаете, в принципе, все это видно. Увеличивает бонус к сопротивлению под действием заклинания магический доспех на 50%. Круто? Круто. Малых символов, но, в принципе, это опять же классика, то есть, это уже на свой вкус, как говорится. Ну что, с талантами мы разобрались, дальше, я думаю, сделать акцент на профессии. В профессиях однозначно стоит выбрать инженерное дело, партняжное дело, ювелирное дело. Если у вас есть випка, наверное, у меня нету разве что випки, а вы берете наложение чар. Что дает нам партняжное дело? Мы делаем чарочку плюс 400 к СПД с проком раз в 45 секунд. Инженерное дело, мы в перчатки вставляем чарочку на хосту, который дает 340 хосты на 12 секунд. Постановление 45 секунд. И также вставляем чарочку на стоп, не трускоритель, который вам дает бешеную скорость на 5 секунд, увеличивает крит на 36. Как бы мелочь, но это очень удобно и приятно. То есть некоторые бывают на перебежках, в рейдах, в данжах, да, вы нажимаете вот эту кнопочку и на стоп не чар, точнее нажимаете и убегаете. Вы, наверное, видели, как ребята в рейде или же в данжах просто так делали, а что это такое, вот теперь вы знаете. Это с инженерного дела нитроускорителя. Ну и ювелирное дело, ювелирное дело, мы сами делаем все вот эти вот камушки. Это, в принципе, необходимо, как в моем случае, я сделал камушки. Плюс 69 к СПД, но также же вы можете сделать еще одни такие замечательные камушки, которые будут давать, если я не ошибаюсь. И вот есть 23 к СПД, вы можете делать чарочки, которые будут давать, вот если мне не изменяет память, плюс 42. То есть, опять же, это круто, здорово, и в последующем вы можете брать и, грубо говоря, на этом зарабатывать еще деньги. У вас вот даже, я немножечко ошибся, вот у вас будет камушек стоить, у вас будет 35 к СПД. Косты нам нужно скорости где-то 1080, крита, ну, процентов под 28, то есть вы будете чувствовать себя комфортно. Но и меткости, кто-то говорит, нужно 8, кто-то говорит, нужно 10, кто-то говорит 11, вот у меня сейчас 10, и миссы вылетают крайне-крайне редко. То есть, в идеале, сделать, ну, где-то меткость 11 в процентном соотношении, и будете чувствовать себя максимально замечательно. И вот очень важный момент, дух вам в аркан магии не нужен вообще, от него вы должны полностью избавляться. То есть, даже если вот вы изначально выбили вещи на дух, а не высокого темп левела, то взять и не одеть, как бы, почему бы, одевайте. Но в будущем знайте, что вам эту вещь нужно будет менять. Как в моем случае, вот, есть шмотка на дух, да, она мне дает СПД и дает мне хосту. Но, а лучше взять, конечно же, ну, опять же, нас духом. Лучше же одеть какую-нибудь шмотку. Это где у тебя будет, опять же, СПД, где у тебя будет, опять же, скорость, крит или же меткость. Ну, без духа. Что касается аксессуаров, что вам нужно выбить, кто аксессуар, кто тринкет называет, кому как удобно. Вам нужно обязательно бегать в Толгород и выбить оттуда во Сердце Грома. То есть, это, в принципе, не сложно. Вам, наверное, уйдет около недели, чтобы выкачать до фула Сердце Грома до 258-го айтем-левела. Далее, аксессуар в идеале, то есть, вот этот конденсатор сойдет куда ни шло. Ну, альтернатива, если, допустим, вы еще не бегаете в рейды, да, можете взять и подойти к вендеру и купить у него вот такой вот аксессуар. Талисман восстановления. То есть, он вам даст раз в 2 минуты СПД на 1195. Ну, а в идеале вам нужен второй аксессуар. Это с Норигона вам нужна карта. Вот такая вот счастливая карта. Как бегаете на Норигона, если хотите это выбить и у вас есть голда, то есть, идете на Норигона, там в основном делают или аукцион, или анролл, или можете собрать сами и залутать вот эту замечательную карту. Вы также можете апнуть сюда 258-го айтем-левела, если я не ошибаюсь. Что касается остальных вещей бонусных, вам также нужно бегать в CLK RepoFarm, бегать, апать репутацию в Пепельном Союзе, и вы возьмете, получите вот это замечательное кольцо. Это на данный момент бисовое кольцо. И второе кольцо вам нужно также, стол огорода, купите также апнуть сюда 258-го айтем-левела, который дает прок СПД. Что касается шеи, шея вам нужна с островом. Я просто ленивый, на стриме все это прекрасно знают. Вам нужно бегать на острова и там выбить шею. Оно уходит вам где-то, ну, около месяца. Но также, если вам не особо хочется фармить, и у вас есть голосование, очки голосования, вы можете купить вот эти вот значки у этого вендора, или же за бонусы вы также можете купить вот эти вот значки. Но не стоит забывать, что вам хоть так, хоть так нужна будет репутация. А репутация, как бы, все равно нужно будет выкачивать. Хотите быть намбаваном этого сервера, делайте репутацию, будете делать красивые вещи. А теперь самое интересное. Хотелось бы разобрать ротацию в соло-цели. Представим, вот он манекен. Не стоит забывать, что вы тут на ДПС-метре не найдете какие-то, точнее, не увидите какие-то заоблачные цифры, потому что у манекенов есть сопротивление. Но ротация у меня начинается с следующая. Для начала я ткастую. Ну, это обязательно чердейский интеллект, ну, это бафы, в принципе, это классика. Дальше кастуете магический доспех. После этого ротация у вас следующая. Вы отдаете две вспышки. Далее. Для чего мы отдаем две вспышки? Две вспышки, чтобы взять, получить прок от аксессуаров, да, опять же, от плаща, чтобы у вас был максимальный бурст. После этого нажимаете бурст, то есть вы нажимаете стылую кровь, нажимаете мощь, нажимаете зеркала, отдаете ракетку, в моем случае, потому что у меня раса гоблин, кстати, советую расу гоблина выбрать, это также очень важно. Отдаете ракетку, нажимаете кисти, и пошла жара. Как это делается? Отдаем вспышку раз, отдаем вспышку два. Нажимаем бурст, отдаем ракетку, докастовываем вспышку, ищем тпрок стрел, они не прокнули. Отдаем стрелы даже без тпрока. Дальше отдаем вспышку раз, вспышку два, вспышку п3, вспышку четыре. Есть стрела, отдаем стрела. Далее, опять вспышка раз, вспышка два, вспышка п3 и 4. Отдаем стрелы. Величие разума откатилось, восстанавливаем, Нажимай величие разума, восстанавливай ману себя Ротация в принципе легенькая, ничего такого сложного нету Просто следите за стаками, иначе у вас мана сядет практически сразу же Это будет весьма-весьма-весьма грустно А что касается ауи ротации, все у вас по классике Вы нажимаете две вспышки, мы также ждем бурстов Чтобы они напрокали, вот он прокнул Отдаем свой бурст, отдаем ракетку и отдаем стрелы Как мы видим, стрелы летят по ауе И вот у нас в принципе идет вот такой вот замечательный урон Все это зависит от Т4 шмоток, напомню Когда у вас 4 Т4 шмотки, если мы вот сюда наведем на вещи, мы тут увидим То с вероятностью 30% дополнительная стрела нанесет столько-то урона А врагам в радиусе 5 метров Я считаю это великолепно Так что нажимать столб, а потом снежную бурю Это стоит, если у вас врагов там стоит именно вражеских, да, допустим Там вот, наверное, 10 штук Вы можете отдать вот так вот огненный столб И потом кастовать снежную бурю Но напомню то, что если вы будете кастовать и в пачке с вами там в танке сидит Вот именно человек, кто сидит в танке и не держит агар ничего, вам будет очень больно И поэтому проще напросто всего нажимать на чародейскую вспышку Вы кастуете, ждете прок стрел Вот как в моем случае, это чисто везение Не прокут, если они не прокнули, отдаем лучше же чародейские стрелы без прока И уже сейчас, как вы видите, идет АУЕ Урон от наших стрел Ну а на этом все Такой небольшой гадик по Арканмагу Без воды, без ничего Я думаю, это заслуживает лайка, подписочки и колокольчика Напомню, что стримы идут каждый день в 18.00 по МСК Так что, ребят, залетайте, если вы что-то не поняли Залетайте на стримы, задавайте свои вопросики С большим удовольствием расскажу Можете сами видеть на стримах, как я играю И опять же, если вас это устроит Почему бы не научиться делать так же, как И я Ну а всем спасибо за внимание Всем успехов, здоровья, хорошего настроения Жду вас на стримах каждый день в 6.00 вечера по МСК Всем спасибо еще раз за внимание Удачи и покедова